МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И снова ложная тревога. Опять сообщили о минировании объектов в столице. На сей раз досталось первой горбольнице и высшей судебной палате. Искали бомбу прошлой ночью и в Кишиневском аэропорту. Число случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю практически удвоилось. Медики не знают, с каким вариантом им предстоит бороться. Это связано с тем, что секвенатор за 400 тысяч евро от зарубежных доноров пока простаивает. Почему машина под навесным замком, узнаете в новостях. Судебное заседание, на котором судьи должны были рассмотреть ходатайство прокуроров о продлении Игоря Додона домашнего ареста, перенесли на завтра. Сам экс-глава государства выразил мнение, что у обвинителей нет для этого ни единой улики. Но те убеждают в обратном и уверены, что их заброс удовлетворят. Сегодня же у здания суда Додона традиционно ждали члены и сторонники ПСР. До начала заседания экс-глава государства выразил убеждение, что существенных подтверждений, чтобы ходатайство одобрили у прокуроров, не будет. У них нет ни одной улики. Я понимаю, разочарование не столько их самих, сколько тех, кто ими командует. После слушания Додон посетовал журналистам, что прокуроры якобы пытаются заставить его замолчать и запретить общаться с прессой. Возможно, мы общаемся с вами в последний раз сегодня. Они хотят запретить мне говорить, потому что их беспокоит, что Додон высказывает свое мнение. Игорь Додон также пожаловался на ухудшающееся самочувствие его мамы, которая все еще госпитализирована. Моя мама до сих пор в больнице. Я хочу пожелать здоровья всем матерям, в том числе матерям лицемеров, заказавшим эти беззакония, потому что моя мама очень плохо себя чувствует. Поинтересовались журналисты и состоянием здоровья самого Игоря Додона, отметив, что он в последнее время исхудал. Что заставляет вас продолжать быть в хорошей форме? Может, используете какие-то техники? Может, спортом занимаетесь? Правильно питаетесь? Вы как-то похудели, по лицу видно. Ладно, если бы девушки мне это сказали. Но если вы, другие вопросы есть? Прокуроры, запросившие продлить домашний арест Игорю Додону, выразили уверенность, что представили для этого веские аргументы. Мы представили дополнительные улики, в том числе и сегодня, которые, несомненно, подтверждают необходимость продления меры пресечения. Но так, как прописано в законе, а именно, как прописано в Уголовном кодексе, со всеми запретами, потому что закон един для всех и должен применяться ко всем. Мы должны быть не избирательными, а равноудаленными, беспристрастными и объективными по каждому случаю, как того требуют обстоятельства уголовного преследования. После того, как прокуроры представили дополнительные доказательства, слушание было перенесено на завтра. Петр Ямалюк отметил, что подробности рассказать не может, поскольку в виске фигурируют лица, находящиеся под уголовным преследованием. Мы ходатайствовали в суде, соответственно, суд посчитал необходимым представить стороне защиты право ознакомиться с этими уликами, и мы продолжим рассмотрение этого запроса. Виские данные на других лиц, фигурирующих в уголовном деле. Но можем сказать, что доказательств, конкретно указывающих на необходимость продления меры пресечения именно по тем положениям, которые прописаны в законе, достаточно. Сегодня же Игорь Дадон должен был явиться на первое судебное заседание по своей апелляции на штраф в размере 9 тысяч леев за то, что 9 мая надел запрещенную законом Георгиевскую ленту. Слушание в итоге перенесли. Игорь Дадон находится под домашним арестом с 26 мая. Ему вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Под прицелом ложных сообщений. И сегодня полиция получила новые сообщения о минировании объектов в Кишиневе. Правоохранителям пришла информация о бомбах в первой горбольнице и высшей судебной палате. Предупреждения появились с разницей в 50 минут. Прибывшие полицейские оцепили территорию, вывели всех из зданий, а взрывотехники приступили к поискам. В итоге ничего не нашли. Мы побывали в больнице, но ничего конкретного не узнали. По сведениям очевидцев, проверки длились недолго, и много им ждать не пришлось, чтобы попасть внутрь. Продолжение следует... Кое-что узнать нам удалось лишь от посетителей, которые пришли сегодня на прием. Зайти через главный вход было невозможно. Там были полицейские, которые не позволяли никому входить. Я позвонила врачу, он мне сказал зайти через парковку. Там тоже была полиция. Когда я поинтересовалась, в чем проблема, мне сказали, что тревога в связи с сообщением о бомбе, и никому не разрешают проходить. Однако через короткое время, где-то 5 минут ожидания, все разрешилось. Полиция уехала. Нам сказали, что мы можем входить, и что все хорошо. Тревога оказалась ложная. Все стояли у входа. Я только спросила, в чем проблема. Мне сказали, что тревога из-за сообщения о бомбе. И через 7 минут уже разрешили войти. А в 8.40 утра поступила информация о минировании здания высшей судебной палаты. Такое сообщение уже поступало вчера. Здесь также провели эвакуацию и проверили помещение и прилегающую территорию. Ночью также сообщалось о минировании столичного аэропорта. Его уже проверили. Сообщение также оказалось ложным. В этом месяце в столице и других населенных пунктах страны были зарегистрированы многочисленные сообщения о бомбах. Неизвестные заявляли, что заминированы госучреждения, аэропорты и суды. Все сообщения также оказались ложными. За подобные сообщения виновным грозит до 42,5 тысяч леев штрафа до 240 часов, неоплачиваемых общественных работ, либо же до двух лет тюрьмы. На подобные вмешательства государство всякий раз тратит десятки тысяч леев. Дела расследуют прокурора по особым делам, которые обратились за помощью к зарубежным коллегам. МВД настаивает, что наказание нужно ужесточить. А накануне прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам сообщила о наличии нескольких подозреваемых. Некоторые из них находятся за границей. Правоохранители считают, что действиями злоумышленников руководит группа лиц, нацеленная дестабилизировать ситуацию в Молдове и вызвать волнение в обществе. Национальный комитет координации иммунизации рекомендовал Мездраву объявить в Молдове вакцинацию второй бустерной прививкой от коронавируса. Здесь отметили значительный рост числа зараженных ковидом в Молдове, призвав граждан вакцинироваться. О возросшем почти в двое числе случаев заболевания и в столице заявил глава управления здравоохранения. Между тем, за границей был выявлен новый под вариантом микронштамма кентавр. По словам специалистов, пациенты переносят его легко, а что касается секвенатора последнего поколения, который есть у нас, и который выявляет штаммы коронавируса, то он пока в нерабочем состоянии. В НАОС пояснили, почему, отметив, что образцы пока отправляются в Германию. Со старта специалисты нам говорят, что это тот же штамм омикрона, который на самом деле очень заразен. Текущий вариант омикрона даже более заразный, чем предыдущий омикрон. Но хорошая новость заключается в том, что в абсолютном большинстве случаев он не развивает тяжелые формы заболевания. По словам Бориса Гылка, на прошлой неделе было зарегистрировано 896 случаев ковид-19, что в полтора с лишним раза больше, чем за предшествующие 14 дней. Чиновник также отметил, что сейчас в Молдове выявить другие штаммы вируса SARS-CoV-2 не представляется возможным. А все потому, что современный секвенатор, который НАОС достался в качестве пожертвования от Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения, пока в нерабочем состоянии. Поэтому собранные образцы отправляются в Германию. Об этом неделю назад заявила глава нациагентства общественного здоровья. По его словам, последнее секвенирование у нас проводили в марте. Больше секвенирования не проводилось, потому что компания, которая обслуживала секвенатор в Республике Молдова, находилась в Москве. А после того, как были введены те самые санкции, вызванные войной на Украине, компания еще не определилась, кто будет обслуживать наше оборудование. На данный момент мы не занимаемся секвенированием, но у нас есть договоренность с Берлинским институтом вирусологии, куда мы и отправляем образцы. Пока результаты лабораторных анализов из Германии не пришли. Секвенатор появился в Молдове в прошлом сентябре, а в декабре уже провели первое секвенирование. В частности, тогда был исследован 31 образец. Во всех нашли штамм Дельта. Стоимость лабораторного оборудования для идентификации вариантов мутации вируса SARS-CoV-2 оценилась в 400 тысяч евро. Завтра в Кишинев прибудет группа экспертов Международного валютного фонда. Запланированы переговоры с руководством страны. Визит продлится до 29 июля. Миссия обсудит последние экономические события и перспективы, прогресс в выполнении программы и риски для экономики в контексте первой оценки программы Республики Молдова, финансируемой МВФ. 40-месячная программа МВФ с Молдовой была утверждена 21 декабря прошлого года. Она предусматривает финансовую поддержку в общем объеме около 526 миллионов долларов, из которых 217 миллионов уже были перечислены. Пересдача экзаменов на степень бакалавра продолжается. Если вчера румынский язык и литературу сдавали должники из русскоязычных лицеев, то сегодня удачу испытывали румыноговорящие ребята. И сегодня кандидатов сдать дисциплину хотя бы на проходной бал было немногим более 200. Сами они признали, что задания были проще, чем в предыдущий раз, когда сдать тест им не удалось. Учителя же заверили, что их подопечные подготовились гораздо лучше, поэтому им должно в этот раз повезти. Адриан Петрашу рассказал нам, что на прошедшей сессии не сдал экзамен только по румынскому языку и литературе. Из-за волнения допустил ошибку и тест аннулировали. Ученик признался, что на сей раз задания оказались легче и он надеется на хорошую оценку. Все просто и ясно. Почему в прошлый раз вам не удалось сдать экзамен? Я написал на листе. Первый лист не надо было подписывать. Это была моей ошибкой. Поспешил. У меня было слишком много эмоций. Теперь все проще. Не надо знать много авторов. Тест был больше основан на текстах и сочинении. Артур Пею тоже рассказал, что прошлый экзамен по румынскому дался ему тяжело. На сей раз дела обстоят лучше. И парень надеется на проходной бал. Главное получить проходной бал. Сейчас как все прошло? С какими трудностями вы столкнулись? Сейчас легче. И текст, и вопросы. Это все по сравнению с прошлым разом. Думаю, сейчас я сдам экзамен. Первый раз было сложнее. В столичном лице имени Тудора Владимиреску на пересдачу записались 20 человек. Преподаватели говорят, что в этот раз ученики подготовились лучше. И не исключено, что все успешно сдадут тесты. Ученики на ДОП-сессии действительно лучше подготовились. И они более ответственные. Видно, что переживая за результаты, беспокоятся. В целом экзамен прошел в соответствии с регламентом. Никаких нарушений не было. В этом году на дополнительную сессию в 14 центрах сдачи БАКа зарегистрировались 3722 кандидата. 20 июля ученики будут пересдавать экзамен по иностранному 21-го, по профильному предмету, а 22 июля по предмету на выбор. Здание 19 века в историческом центре столицы несколько дней назад сравнялись с землей. Это вызвало недовольство ряда активистов и общественных деятелей. А некоторые утверждают, что исторический памятник снесли без разрешительных документов, чтобы на его месте появилась высотка. Однако владелец здания говорит, что планирует здесь построить офис с охранением старого фундамента, а вот стены спасти не удалось. Более того, уверяет он, здание уже лет 10, как нет в реестре исторических памятников. Мы попытались узнать, как такое могло случиться, и вот, что из этого получилось. Это здание было построено в 19 веке на пересечении нынешних Василий Александрии 31 августа. По инициативе Академии наук здание было включено в реестр исторических памятников местного значения и со временем стало живописной старинной достопримечательностью Кишинева. Однако на днях прохожих ждало потрясение. Здание снесли среди тех, кто выразил возмущение, журналистка Алина Раду. Это целая достопримечательность для всего города и для всех людей. Все, что делается прозрачно и сносится под видом реконструкции, означает ложь и значит что-то не так. Нас беспокоит, что у исторического Кишинева больше нет облика. По словам владельца здания, объект не является историческим памятником, и год назад началась его реконструкция. И хотя хотелось сохранить наружные стены, это казалось невозможным, из-за того, что они были в запущенном состоянии. Однако, мужчина уверяет, сохранен старый фундамент, и сейчас идет масштабная переделка. Стены были очень слабыми, непрочными. Было решено снести здание и построить по тому же проекту новое, чтобы оно было прочным и не представляло опасности в эксплуатации. Архитектор по профессии Александр Сава уверяет, высотного здания возводить здесь не планируется. Будет построен двухэтажный объект, где он обустроит свой офис. Вы видели на заборе техпаспорт. Предусмотрен портер и один этаж. Прежнее я сохранить не мог, все было в плачевном состоянии. Будет построено по тому же проекту? Да, по тому же. Два уровня, цокольный и второй этаж. В Рио глава агентства по инспектированию и реставрации памятников говорит, что здание все же было историческим памятником местного значения, но было снято с учета более 10 лет назад мэрией и муниципальным советом. Теперь после сноса здание агентство обратилось с запросом в мэрию, чтобы выяснить, как можно было исключить здание из реестра и насколько законны работы, которые сейчас ведутся на этой территории. Агентство ознакомилось с случаем, и сегодня мы начали предпринимать необходимые шаги, чтобы выяснить законы с действием бенефициара. Мы попросили мэрию предоставить нам необходимые документы, проектную документацию, градостроительный сертификат. Хотим выяснить, имеется или нет авторизация на снос. Мы также попытались выяснить у представителей мэрии, кто и по какой причине исключил здание из реестра памятников местного значения, но на наш телефонный звонок никто не ответил. До того, как попасть к нынешнему владельцу, здание проделало долгий путь. Согласно кадастровым данным, в 2013 году столичный мунсовет сдал его в аренду диабетическому обществу «Продиаб», которым тогда руководил Борис Головин, он же глава в то время фракции коммуниста ВМСК. Через два года компания выкупила здание у мэрии, а еще через три года, точнее, в июле 2018-го, решает его продать. Половина была зарегистрирована на имя жены, некогда приближенного к плохотнику бизнесмена Юрия Лункашу, который недавно покончил с собой. Вторая половина принадлежит другому предпринимателю. Оба продали здание в июле 2020-го Олегу Бакалову, который, впрочем, всего через месяц его продал. Но и следующему владельцу объект принадлежал всего месяц. В сентябре 2020-го года дом был продан нынешнему владельцу, который его и снес. Опасности и неприятности избежит тот, кто осмотрителен и осторожен. Так говорят некоторые родители, которые устремляются в специализированные магазины за блокираторами для окон. Считают, что детей надо огораживать от опасности, особенно когда малыши очень любознательны и стремятся постичь новые высоты. По словам продавцов, спрос на такую продукцию значительно возрос. Цена зависит от механизма и производителя. Детали смотрите в сюжете. Глава семьи, у которой побывала наша съемочная группа, говорит, что решил установить замки, как только узнал о случаях, когда в Кишиневе из окон вываливались дети. Такие меры, уверен Денис Руссу, нужны, чтобы не подвергать опасности своих чад. Особенно, если по невнимательности окно остается открытым или его можно легко открыть. Учитывая также, что у малышей весьма велик соблазн забраться на подоконник. Мы установили защитные замки, как только переехали в этот дом. Во-первых, потому что наши дети растут, а во-вторых, потому что они очень любознательные. Неважно, лает собака, приезжает мусоровоз или срабатывает сигнализация. Они всегда бегут к окну, чтобы посмотреть, что там происходит. Когда у вас есть такой ключ, вы заперли окно и точно знаете, что ваш ребенок не сможет его открыть. Сейчас, говорит Денис, важно не забывать всегда проверять, закрыты ли окна. Ключ кладет в недоступное для детей место. Если хотите, чтобы окна были заперты, это делается вот так. Ключи кладете в безопасное место. Все очень просто. Вставляете, окно закрывается. Вам не нужны ключи, чтобы снова их запереть. Один из детей Дениса рассказал нам, что взбираться на окно и, более того, пытаться его открыть им строго-настрого запрещено. Родители говорят, опасно. Папа сказал нам, когда мы одни дома, не подходить к окнам. Нам объяснили, что есть замок, есть ключи, которые хранятся в укромном месте. Но где именно, мы не знаем. Продавцы таких оконных блокираторов говорят, что с каждым днем их товар все больше пользуется спросом. За последний месяц у них купили больше 70 ручек с ключами. Лишь за последнюю неделю было продано около 25 штук. В среднем к нам поступают от 5 до 7 запросов в неделю, будь то семья или отдельные лица. Обычно, чаще всего, люди покупают, когда в СМИ появляется информация о трагичном случае. Система проверенная, говорят продавцы. Стоит такая ручка с ключом в целом от 250 до 700 леев. Зависит от производителя, типа, открывания и цвета. По данным полиции, в прошлом году в Кишневе из окон многоэтажек выпало 18 детей. Это официальные данные. В этом произошло 5 подобных несчастных случаев. Один ребенок погиб. Всегда следите за детьми и не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Убедитесь, что дети не имеют доступа к окнам. Установите специальное устройство для блокировки. Обращайте внимание на москитные сетки. Не стоит также ставить мебель близко к окну. Родителям следует помнить, что любой предмет ребенок может использовать как ступеньку и скарабкаться на подоконник. Специалисты рекомендуют как можно чаще рассказывать детям, как опасно взбираться на подоконник и каким последствиям это может привести. Если у вас есть интересного события, у вас есть видео или фото, присылайте все в редакцию нашего телеканала. Я желаю всем хорошего вечера. Увидимся завтра.